Челпона у Муракунова основала свое дело студию дизайна примерно год назад. В самом начале заказы выполняла сама, а сейчас в ее команде уже несколько молодых ребят. В ближайшем будущем планируют увеличить количество работников, тем самым предоставляя заказчикам более качественные услуги. По словам бизнесвумен, многие женщины сейчас развивают свой бизнес только благодаря своим усилиям. В Кыргызстане на сегодняшний день нет определенной государственной программы по поддержке женщин-предпринимательниц. На данном этапе, я думаю, что многие женщины, они своими усилиями только добиваются успеха. Без помощи, конечно, госучреждений и так далее. Мы выходим из тени, грубо говоря, стараемся развиваться и не стоять на месте. И надеюсь, что этот положительный опыт будет дальше помогать другим женщинам развиваться и развивать нашу экономику, экономику нашей страны. Сегодня поддержка женского предпринимательства развивается во всем мире. Расширяются экономические возможности для женщин. Это является мировым трендом, и многие страны уже озаботились этим вопросом, сделав специальные программы господдержки. Тем временем доля женщин Кыргызстана, которые хотят заниматься бизнесом, неуклонно растет. И здесь главным препятствием является отсутствие господдержки. «Женщинам Кыргызстана должны обеспечиваться благоприятные условия для развития собственного дела. И поддержка должна осуществляться государством на уровне министерств и ведомств. Начиная своё дело, либо приступая к обязанностям на какой-либо высокой должности, женщины должны быть уверены в том, что они защищены». Расширение прав и возможностей женщин на рабочем месте также приносит финансовую прибыль в частном секторе. Считается, и это экономически доказано, что при участии женщин при Совете директоров компании принимают более сбалансированные решения, что приводит к их успеху. Исследования показывают, что компании, в которых есть хотя бы одна женщина-директор, имеют более высокие показатели стоимости акций и рентабельность капитала. А компании, в которых в Совете директоров более одной женщины, приносят 3,7% в год по сравнению с теми, у которых их нет. «У нас на фондовом рынке наши женщины очень активно участвуют, руководят многими компаниями. И, как уже отметили наши спикеры, при принятии решений, при инвестициях, именно материнский инстинкт женщины играет очень большую роль. Даже вплоть до того, что многие международные фонды инвестируют в те компании, где соблюдены в Совете директоров и исполнительном органе гендерный баланс. Женщины не рискуют. И они очень тщательно готовятся к Совету директоров, очень тщательно изучают материалы». Отметим церемонию открытия торгов на Крыгызской фондовой бирже, посвященной гендерному равенству. В нашей стране проводится впервые в рамках инициативы ООН «Устойчивые фондовые биржи» в целях продвижения идей устойчивого развития провозглашенных ООН, в число которых входит достижение гендерного равноправия. Бегаем Бегалеева, Азамат Джапаков, Аллато, 24.